11 ноября я попал в Латвии на день Лачплессиса. В этот день, в 1919 году, латвийские войска разгромили армию Павла Бермонта в Риге и освободила левый берег Даугавы от противника. Эта битва считается важнейшей в истории борьбы латвийского народа за независимость. Название Лачплессис происходит от эпоса, который в 1888 году написал Андрейс Пумпурс. Лачплессис – это также национальный латвийский герой, мужчина статный с медвежьими ушами, правда, который, судя по тексту эпоса, боролся с врагами и захватчиками Латвии. Впервые такое название праздника, день Лачплессиса, упоминается в 1925 году. Во время советской оккупации праздник был под запретом, а возродился только в 1988 году, еще при Советском Союзе. Сейчас, в этот день, не только почитают героев, боровшихся за независимость Латвии, но это еще и праздник вооруженных сил Латвии, поэтому на день Лачплессиса проводятся военные парады. Ну вот это я вам рассказал краткую историю праздника, а теперь давайте поговорим о том, что триггерит многих, например, в России, откуда я приехал, да и не только в России на самом деле. Это вот это факельное шествие. Ну, немножко про историю, о том, какую роль огонь играет в празднованиях. В советское время, когда празднование Дня Лачплессиса было запрещено, очень многие люди ставили в своих окнах свечи и таким образом демонстрировали свою причастность к празднику. После того, как Латвия вышла из состава Советского Союза, стала независимым государством, крепкой стала традиция приношения свечей к Рижскому замку. В некоторых городах страны принято из свечей составлять карту Латвии, например. А сами по себе факельные шествия имеют очень древнюю историю во всем мире. Например, есть известный рождественский фестиваль Ндокчата в Италии, или китайские фонари. Ну и да, действительно, крайне правые тоже нередко используют факелы в своих шествиях. Ну, известны в 1930-е годы митинги в Нюрнберге, известна история про эстонские марши, марши, которые, к примеру, проводились в Эстонии с участием националистов довольно радикальных, даже осуждались некоторыми международными организациями, к примеру, центром Симона Визенталя. И во многом из-за использования крайне правыми этих факелов, огня, как своего символа, до сих пор многие люди, видя вот эти факельные шествия, ассоциируют их с крайне правыми. Ну а теперь давайте я вам передам свои ощущения от посещения этого праздника. Я нахожусь в городе Екопелс, где живут мои бабушки, и здесь, вот на этом факельном шествии, очень много слышу русского языка. То есть, суждение некоторых из вас, кто мне писал комментарии, когда я впервые сделал пост о том, что посетил 11 ноября День Лачплессиса, о том, что тут только латышский язык и не говори по-русски, а то тебя и побить могут, ну, не соответствует действительности. Как бы, действительно, здесь очень много русских. Я думаю, что на этом празднике могут присутствовать и радикальные националисты, но я не уверен, что они тут вообще есть. И если есть, их точно не большинство, какие-то единицы. Как вы видите, очень много людей пришло с детьми, гуляют здесь просто с колясками. Людей в военной форме не так много, хотя это праздник прежде всего военный. И вот я делаю вывод, что это, в общем и целом, такой народный праздник, куда люди приходят просто пройтись совместно, провести как-то время, посмотреть на красивые факелы. Это действительно очень красивое зрелище. Сегодня днем я заходил в новый информационный центр, который в Екопилсе открылся. И там я очень неплохо поговорил с сотрудницей, которая даже подарила мне книгу бесплатно, очень хорошую книгу с цветными картинками, толстую, про регион Селия. Сказала, что мы иногда дарим книги тем, кому они нужны. Ну, а я в свою очередь рассказал, что вот пишу тексты для онлайн-журнала Рижского про Латвию. Очень люблю Латвию, путешествую, что я из Петербурга и хочу даже вот переехать в Латвию. Говорили мы с ней на русском языке, никаких проблем не было. И когда я спросил у нее, сегодня ли будет факельное шествие, она говорит, да. Она сказала, мы пойдем на него, вот собираемся у Кена парка, можешь тоже приходить. То есть вот такие вот люди в том числе принимают участие в этом празднике. Это женщина, очень милая, приятная, подарившая мне книжку. Вошел рандомный человек, поговорили минут 10 и уже такой хороший подарок. И здесь большинство людей, которые хотят жить в независимом государстве, хотят быть счастливыми, хотят жить в своей стране. И это их праздник как символ. А истории про радикальных националистов, конечно, в России их очень любят эксплуатировать. Особенно сейчас, к сожалению. В России тоже таких много. В любой стране они будут. Но большинство здесь, это обычные горожане, которые пришли отметить латвийский праздник, касающийся независимости этой страны. Все, спасибо. На этом заканчиваем. Субтитры создавал DimaTorzok